Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео я расскажу о своих покупках косметики. И, пожалуй, начну с средства, с которым я очень долго не могла подружиться. Это вот такой вот сисекрем от L'Oreal, который называется Nude Magic. Вся фишка в том, что каждый цвет направлен на определенное действие. Например, мой зеленый для борьбы с краснотой и высыпаниями. Фиолетовый для выравнивания цвета и тона лица, а также, чтобы скрыть синячки. Но они отличаются не только цветом упаковки, но и цветом самого сисекрема. Если у меня зеленый, у меня он и будет зеленый внутри. На самом деле это сисекрем, поэтому он должен подправиться под ваш цвет кожи. Соответственно, если я его растушую, он у меня превращается просто в тональную основу. По поводу моих ощущений, я знала, что любой сиси или биби крем, он довольно жирный. И, в принципе, должен отлично подойти в осенний период или даже в зимний. Он делает от легкого до среднего покрытия. При нанесении он немножко пудровый под пальцами. И первое впечатление просто прекрасное. Он не липкий, он не жирный. Действительно быстро подстраивается. Но как только он начинает сидеть на коже больше, чем час, он начинает окисляться, желтить. И уже через 4 часа моя сухая кожа становится неимоверно жирной. Он начинает ползти в буквальном смысле с кожи. В общем, он не стойкий абсолютно. Могу с уверенностью сказать, что для жирной и для комби кожи точно не подойдет. Конечно же, если вы не будете припудривать. Дальше накупила я себе кучу лаков для ногтей, потому что устала от гель-лаков, от лампы. Фу, просто я устала от этой процедуры. У меня в последнее время какой-то сглаз или я не знаю, что со мной происходит. У меня просто не держится маникюр гель-лаками. Сколько я раз уже садилась, делала все по инструкции, то есть обезжиривала, очень долго наносила тонкими слоями этот гель-лак. Все равно у меня держится идеально ровно 4-5 дней, дальше просто снимается пленкой. Причем со всех ногтей одновременно. Раньше так вам не было, то есть я вам рассказывала, что в общем-то шелак у меня держался ну около 3-х недель спокойно. Я уже психанула, потому что реально этот весь процесс нанесения с сушкой в лампе и с топом базой занимает просто ойму времени, хватает его только на неделю. Я решила все-таки вернуться к классическим лакам и конечно же это фирма Essence. Как вы видите у меня 3 оттенка и скорее всего вы догадываетесь, что я их купила для того, чтобы делать французский маникюр. Это кстати их новая линейка, которая называется The Gel Nail Polish. То есть они позиционируют себя как обычные лаки, но с эффектом гель-лаков. То есть они быстро высыхают без лампы, наносятся гелеобразно и имеют классную пигментацию. По поводу вот этого оттенка я не совсем согласна, такой нежно-розовый. Он слегка полосит, надо 2 слоя как минимум. И действительно вот эта линейка лаков высыхает просто очень быстро. За то время, пока я докрашиваю 9 или 10 палец, у меня уже практически все высыхает. Это касается также французского маникюра. Очень все быстро, комфортно, белый цвет просто бомба, очень насыщенный, реально хватает одного слоя. Ничего не полосит, он не прозрачный. Вот реально идеальный лак для французского маникюра. Держатся у меня эти лаки при том, что я мою и стираю. Ну где-то дней 5 идеально, потом начинают уже вот эти вот с края отбиваться, скалываться и так далее. Для этого я купила еще один лак от Essence. Называется он Gel Look Plumping Top Coat. То есть по сути это прозрачный лак, который продлевает или увеличивает стойкость покрытия. Это как будто топ в шелаке. И реально при нанесении очень похож по консистенции. Он такой густой, гелеобразный, тянучий. Ложится довольно толстой пленкой, но быстро высыхает, конечно же без лампы. Продлевает ли он стойкость маникюра? Я не заметила. Красиво ли он ложится на ногти? Да, красиво. И очень быстро засыхает. Мне лично понравилось, как эти четверо работают в команде. Я вот сажусь и за 10 минут делаю свой французский маникюр. И не заморачиваюсь с лампами. В тему лака я хотела бы вам еще один показать лак от Rimmel. По-моему я уже вам рассказывала про эту серию. Правда у меня был другой цвет. Называется эта серия 60 секунд. И это действительно работает. Мне вообще нравятся лаки Rimmel, свои пигментации. Если вот такой цвет по флаконе, он точно такой же будет на ногтях. Причем практически с первого слоя. Мне нравятся их закругленные щеточки. Мне нравится то, как они набиты. То есть реально наносить такой лак одно удовольствие. Причем согнет он очень быстро. Цвет шикарный, пигментация просто супер. Еще одна новинка косметики от Essence. Это вот такая вот палетка. Вот она. Палетка теней. Мне ее дали в подарок. За покупку что-то там трех единиц или двух от Essence. И вот в подарок дают палетку. Здесь действительно такие нейтральные нюдовые оттенки. Более розовые. И самое интересное, что они все шиммерные. Вот все. Кроме одного. Вот этого. Самый красивый оттенок в этой палетке. Вот он. Вот этот розовый. Для меня просто идеальный, идеальный цвет. На ощупь эти тени. Как будто вот я только что засунула палец в аду. Вот это вот в принципе можно было бы и как-то выбросить. Если бы была такая вот обнушка, я бы 100% ее купила. По хайлайтерам. Это красивые цвета, я не спорю. Но чтобы нам что-то особенное. Обычные хайлайтеры. Я в них ничего супер-мега не вижу. Они очень пигментированные. И я уже реально 100 раз говорила, что если вы хотите попробовать, что такое качественные пигментированные тени. Научиться растушевывать тени. Просто сделать макияж качественными тенями. Купите Essence. Это 5 копеек. Ну просто качество шикарное. Ну вот. Дальше я хотела бы показать вам свой подарок. Это мне подарили родители на день рождения. Было оно у меня недавно. И это вот такой вот парфюм от Lancome, который называется Hypnos. Маленькая предыстория. Я практически всю свою жизнь пользовалась только духами от Dior. Меня так научила мама. И мы были с ней вдвоем абсолютно уверены, что лучше духов не существует. И вот из года в год единственное, что я могла выбрать, это серию духов Miss Dior. Или Edict. Эдикты, например, я перепробовала все. И вот на свой 26-й год рождения меня переклинило. Я реально поняла, что я устала от Miss Dior. Или переросла их. Я начала их чувствовать. Мне стало неприятно и противно выносить на себя. И я реально всегда ждала вечера, чтобы сходить в душ и это все смыть. Потому что вот настолько мне стало неприятно. Хотя всегда меня все устраивало. И вот мы с мамой пошли выбирать мне парфюм и начали нюхать все, что там есть. Единственное, что меня немножко притормозило возле стенда, это вот эти вот духи. Они 100% оправдывают свои названия. Гипноз. Они сложные. Они необычные. Они действительно манят и хотят, чтобы их как будто разбирали по нотам. Сначала они кажутся рисковатыми. Слегка острые, сладковатые. Они немножко колкие такие. Но как только ты наносишь на кожу, они начинают сочетаться с теплом. И все. Они как будто окутывают твое тело полностью. При этом сложно угадать, какой аромат ты сейчас чувствуешь. Потому что их огромное просто количество. Он кажется сладким. Он кажется слишком манящим. Он кажется таким шлейфом. Он кажется цветочным. Он кажется сладким. Он кажется восточным. И когда вот заканчивается эта вся вакханалия ароматов, остается одна тонкая ниточка аромата. И это ваниль. Сладкая. Вот реально такая благородная, вкусная ваниль. Такая немножко тянется. Карамельная такая. Дальше я хотела бы быстренько поговорить об уходе за волосами. Потому что у меня в коллекции появился наконец-то сухой шампунь от Batiste. Именно об этих сухих шампунях, мне кажется, уже прожужжали все блогеры на своих каналах. Эта серия называется Marrakesh. То есть у него есть запах. Но он не навязчивый. Какой-то слегка сладкой корицы. То есть что-то такое. О, у меня белый нос. В общем, я мою голову каждый день. Но к вечеру, когда мне нужно, например, куда-то пойти или встретиться с друзьями, у меня почему-то всегда уже жирные корни. Хотя я их мою каждый день. Я не знаю, как это получается. То ли у нас что-то с воздухом, то ли у меня что-то с волосами. В общем, я не знаю. Я решила все. Мне нужно такой шампунь поставить у себя в офисе. И как только я надумалась идти после работы, вот эта вот с обрыткой, этот жирный ужас, и превратиться в более-менее ухоженную девушку. В общем, о шампуне. Он действительно работает. И то, что говорят о нем другие, абсолютная правда. И да, он распыляется вот таким вот белым цветом. Что-то не видно-то. В общем, поверьте на слово, когда ты распыляешь его на корни волос, он белый. Напоминает мелкодисперсную пудру. Его нужно быстро втереть в корни волос. Очень быстро. Он абсорбирует в себя излишки кожного сала. И придает такой легкий объем у корней. При этом волос выглядит немножко припудреннее и светлее. Если переборщите, будете похожи на седовласую бабульку. Поэтому быстренько работаем пальчиками, взъерошиваем вот это все и делаем сухую чистку волос. Еще одна вот такая вот новинка. Это лак для волос без запаха. Наконец-то я его нашла, потому что я ненавижу запах лаков для волос. У меня троечка. Это сильная фиксация. В принципе, мне нужно для того, чтобы, например, как сейчас, зафиксировать свои подкрученные кудри. Это бывает очень редко, в основном для видео, но тем не менее. Конечно, запах лака. Здесь присутствует это определенно. И просто он не такой ядреный, как обычно. И нет вот такой вот ужасной дужки, которая не то, чтобы перекрывает запах лака, а еще усиливает его и делает более тошнотворным. Здесь он довольно сносный. Фиксирует хорошо, но очень сильно склеивает. И последняя покупка – это вот такая вот маска для волос от Garnier Fructis, которая называется «Рост во всю силу». Я раньше всегда смеялась с этой линейкой, но вот реально, каким боком средство, которое даже не наносится близко на корни, влияет на рост волос. Тем не менее, мне надо было срочно купить маску, и почему-то там было только вот это. Самая обычная, довольно силиконовая маска, которая единственное, что мне радует, нужно совсем чуть-чуть. Она удобно распределяется по волосам, таким слегка гелем, хорошо смывается и действительно помогает расчесывать волосы. Но это самая стандартная маска, которая довольно экономичная, неплохо пахнет и помогает быстрому расчесыванию. На этом все. Вот такие вот покупки были у меня на этот раз. Если вам было интересно или полезно, не забудьте поставить пальчик вверх. Внизу, под этим видео, мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не допустить ничего нового. А я вас всех целую. И пока!